Вы в свои слова сказали о том, что Россия вступит в войну, если придется защищать своих граждан на юге и востоке Украины. Скажите, пожалуйста, здесь роль НАТО и, конечно, Соединенных Штатов Америки, как вы расцениваете? Сегодня в НАТО мы видим, как должны стелиться вплоть до Росмуссена. Говорят об усилении восточных своих рубежей, об военной технике на восточных рубежах Альянса. Я убежден, что НАТО напрямую ввешиваться в этот конфликт не будет. Они ограничатся финансовой, технической помощи, поставят наемников из Грейстофа, поставят своих инструкторов. Но напрямую они ввязываться в конфликт все граждан не будут и позволят украинцам воевать с русскими самостоятельно. То есть вы, в принципе, считаете, что нынешняя украинская власть пойдет на войну с Россией, на столкновение с Россией? А киевская власть уже начала войну с Россией, потому что после предупреждения Москвы о том, что она не допустит военного подавления Юго-Востока, тем не менее Киев начал военную операцию, как об этом объявил Породий и Турчинов вчера. Соответственно, Киев пошел на войну России, это равнозначно потому, что Киев вступил в Россию в войну, и об этом говорят все киевские и украинские СМИ. Выбирал, что Киев, киевские хунты надеются на военную помощь НАТО, а ее не будет. Будет только экономическая, политическая и инфраструктура. И поэтому мы стоим на грани... Но, конечно, все может быть, и перспектива третьей февралной войны, включая ядерную войну, не исключена. Но у нас есть опыт Грузии 2008 года, когда Саакашвилий тоже рассчитывал на прямую вмешательство США НАТО, но этого не произошло. Я тоже думаю, что этот пример достаточно убедителен. НАТО не станет воевать напрямую с Россией, но ограничится так же, что и гражданской Украиной. Например, если Украина будет затоплена кровью и расчленена, это создаст конфликт, белый конфликт украинцев и русских. И это позволит продвинуть границы НАТО, по крайней мере, создание американской военной базы, например, в Галичине или на берегах Днепра, недалеко от Киева. Потому что остальные территории, я думаю, в ходе военных действий придут к России или, по крайней мере, войдут в состав другого альтернативного украинского государства, юго-восточного. И тем не менее, все равно это будет успех НАТО, поскольку НАТО сплотит своих членов. НАТО полностью демонстрирует Россию, объявив его новым врагом цивилизованного мира. Начнется новое противостояние. НАТО продлит свое существование. Под турбинку можно ввести разные непопулярные экономические меры, объяснить спад мировой экономики, осуществить перестойку экономических стратегий, которые приходят к коллапсу, сохранить Европу под своим контролем и продлировать границы НАТО к востоку. То есть Америка решает все свои задачи, даже в том случае, если от Украины останется только ее западная часть, а от нее останется только одна западная часть. И за это еще придется пролить очень много славянской крови, и украинской, и русской. Поэтому НАТО, надо сказать, проводила успешную, Америка, успешную операцию. И она могла бы быть, конечно, еще более успешной, если бы мы не стали действовать в Крыму, и если бы мы, например, сейчас не защитим Юго-Восток, то тогда это будет полная победа НАТО. Тогда натовские базы будут стоять под Харьковом, уже просто в центре России. Соответственно, конечно, Россия не сможет этого допустить. Россия выступит на помощь Юго-Востоку. Но даже это, даже если мы выберем, и вам, безусловно, выберем эту войну, это на самом деле будет успехом именно НАТО. Потому что они, осуществив государственный план в Киеве, и при всех власти этого процесса, они, в принципе, уже решили свои стратегические планы, даже если придется принести в жертву Украину. А для них это абсолютно чужое государство, далеко. Это для них не связано, не карственное. На это они пойдут, готовы с самого начала было идти. То, что происходит в Украине, напоминает раздел Югославии после 80-х, 90-х годов. Ну, здесь у меня еще остается вопрос по внутриукраинской ситуации. Это роль, конечно же, олигархов. Вот вы упомянули о Коломойском, еще были другие олигархи, которые помогали Майдану. Но есть же там еще и олигархи, ну, так грубо выражаясь, восточные. Как вы видите сегодня роль их и возможность России, какие рычаги остаются воздействия на ситуацию в Украине? Ну, во-первых, в основном олигархи украинские, они не украинские, как и Порошенко, и Тарута, и Коломойский. Они евреи. И, соответственно, евреи подчиняются только своим структурам. Они всегда есть двойная лояльность. И влиять на них России очень трудно, потому что Россия может ограничить экономические связи. И это уже Россия сделала. Перекрет приватбан Коломойского за председ в продаже продукции Рошен другого еврейского олигарха Порошенко, который выдвигается сейчас на пост президента так называемой Украины. И Россия, конечно, действует на них. Но, на самом деле, влияние на евреев, как тому бы то ни было, оказать невозможно. Раз они пытаются управлять даже такой великой державой, как США, через альтер, через другие свои структуры. Соответственно, я не думаю, что у России есть инструмент влияние на евреев вообще. Ни на своих, ни на чужих. Что касается тех олигархов, которые не являются евреями, которые имеют интересы на Востоке. Но они, на самом деле, полностью зависят от своего собственного капитала, от своих собственных предприятий. Если они останутся в составе нацистской Украины, и их просто отберут, их бизнес. Но если они будут в Юго-Восточной Республике, не факт, что это Юго-Восточная Федерация Украинская, вторая Украина сохранит олигархат. Так, система, на самом деле. Поскольку эта система народная, она противоестественная, несправедливая. Поэтому я думаю, что, на самом деле, их песенка спета олигархов. Олигархов, в принципе, на Юго-Востоке так или иначе не будет, на самом деле. И либо они станут треновыми участниками движения русского сопротивления, русской весны, как обычные люди, просто защищая свою страну, свой собственный народ, свое собственное общество, ну, либо они исчезнут как класс. Вообще олигарха с олигархами все. Олигархов больше не будет. Потому что и на Западной Украине, на самом деле, олигархат просуществовать не может, потому что ненависть к еврейским олигархам в украинском обществе и в русском обществе колоссальна. Поэтому, на самом деле, их песенка спета и на Западе, тем, украинцы, тем, так, выборут их куда-то или не выборут. Народное восстание Коломойскому приговорит, независимо от того, будет ли Пренгипетров в составе Юго-Восточной Федерации либо в составе той явно-нацистской Украины, к которой приметельно идет западная половина. И у меня стоит вопрос, касающийся отношений между Россией и Западом, с США в частности. В 2014 год приближается момент вывода американцев из Афганистана, где, наверное, без России справиться им будет очень трудно. Остается вопрос переговоров Ирана с шестеркой, где тоже США рассчитывают в своей политике на Россию. Ряд других вопросов. Как вы думаете, как останется структура российско-американских отношений именно с видом и через призму вот этих вот проблем? Россия находится с Америкой, по сути дела, в состоянии даже уже не холодной войны. И поэтому, соответственно, никаких совместных вопросов, никакой поддержки ни одного из элементов, ни по одному из мировых событий между Америкой и Россией не может. Это наш абсолютный враг. Америка просто нанесла удар по России. Мы находимся в состоянии войны. Находясь в состоянии войны, естественно, из этого надо сделать вывод, что никакой координат поселений по мировым вопросам между нами не будет. И что касается Обамы, то Обама уходит все равно. Теперь будут совершенно другие вопросы решаться. Обамы исчезают из политической жизни. И я думаю, что на самом деле на волне войны с Россией к власти придут республиканцы, причем, скорее всего, опять неоконцы, которые, собственно говоря, эту кашу и заварили. Мы знаем, что Виктория Нолот, это просто жена Кыгана, то есть одного из теоретиков, неоконсерваторов, и неоконсерваторы попытаются сейчас прорваться к власти. Удастся на это или нет, я не знаю, но на самом деле это будет концом Америки. Мы стоим на пороге глобальных изменений. Америка, которую мы знали, Европа, которую мы знали, Россия, которую мы знали, больше не существует. Это был Александр Дугин, лидер Международного Евразийского движения. А на этом время ночи передачи подошло к концу. Дорогие радиослушатели, до встречи в новом эфире на следующей неделе. Всего вам доброго. Да хранит вас Аллах. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»